Продолжение следует... 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 Электродная библиотека Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой и в настоящее время содержит почти больше 100 тысяч наименований. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» специализируется прежде всего на учебных материалах для вузов и полностью соответствует требованиям федерального государственного стандарта третьего и третьего поколений плюс библиотекам по части формирования фондов основной и дополнительной литературы. Основу составляют электронные книги по гуманитарным и естественно-научным дисциплинам, экономике, управлению, здравоохранению, архитектуре, строительству и информационным технологиям. Книги у нас группированы в целостные тематические коллекции, а также профильные блоки и представлены в едином издательском формате, адаптированном для чтения с экрана, в том числе букридеров, планшетов и смартфонов. И приспособленным для цели научного цитирования формате. Каждое издание университетской библиотеки полностью соответствует существующим требованиям к библиографическому оформлению и имеет библиографическое описание, обложку, аннотацию и интерактивное содержание. Принципы подхода ИБС университетской библиотеки онлайн это формирование универсального научного образовательного ресурса, высокотчательного подбора востребованной литературы, создание интеллектуальных сервисов, работы с книгой ради создания новой образовательной среды. Стратегия «Всё включено» это бесшовный, безлиминный, мгновенный доступ к книге отовсюду и в любой момент. Расскажу, что представляет ИБС университетская библиотека в цифрах сегодня. Это прежде всего 140 тысяч книжных изданий, 500 периодических изданий, 400 издательств у нас включено, 450 вузов подписчиков имеется на данный момент и это половина российских вузов России. Представлено в нашей библиотеке также 150 тематических книжных коллекций и аудитория составляет выше 2 миллионов преподавателей учащихся. Хотелось бы остановиться на преимуществах нашей библиотеки по сравнению с другими ИБС. Согласно сравнительному исследованию с другими ИБС до 40 тысяч изданий у нас учебного и научного контента, представленные на нашей платформе эксклюзивно. Из них 13 тысяч это учебные пособия. Наша ИБС целенаправленно расширяет монографическую коллекцию. Единственное среди аналогичных ресурсов мы систематично собираем научную классику. Ежегодное пополнение это более 10 тысяч изданий в год. Если кратко сформулировать наше преимущество, то у нас больше ведущих и уникальных издательств. Шире представлены гуманитарные дисциплины, экономика, управление, финансы, бизнес. Собственные книги от нашего издательства представлены в нашей библиотеке ИБС. Не только учебники и книги, а также различные формы у нас имеются электронного контента, мультимедиа контента, а также различные сервисы, такие как детектор плагиата, e-carstar. Также мы представляем продвижение в РИНС и конечно же у нас имеется директ-академия, где вы сейчас присутствуете. В общем, у нас происходит также строгий отбор контента, работа только с авторитетными и качественными источниками информации, БС-конструктор, выбор литературы по профилю ВУЗа, у нас легкая интеграция происходит с IT-службами ВУЗа. Также мультимедийность и мультиформатность это одни из наших ключевых преимуществ. Акценты на оригинальные первоисточники хочу сделать. У нас мощный научный массив литературы, сбалансированный подбор учебной литературы и конечно же соблюдение ВУЗа. Большинство ИБС в силу перекоса спроса специализируется только на учебном контенте, но ИБС университетская библиотека онлайн агрегирует самые различные научные ресурсы. Единственное ИБС, которое агрегирует монографии, широкую научную литературу и образовательные мультимедиа. Итак, перейдем к основной теме сегодняшнего вебинара. Кафедральная библиотека. Проект Кафедральная библиотека представляет модель работы по профильным блокам. Этот проект позволяет получить доступ к профессиональной литературе в нашей ИБС, кафедрам ведущих российских университетов. В рамках этого проекта Кафедра сможет подключиться к одному из профильных блоков, который включает не только учебную литературу из разделов ИБС по выбранной тематике, а также монтографии, периодику и художественные произведения. Кафедра может подключать только собственный блок книг по своему научному направлению, безвозмездно до конца 2020 года под заявки от заведующего кафедры. А также есть возможность продления тестового доступа на семестр. Заявку, ссылку на форму заявки я размещу чуть позже в чате. Как же найти... Хотелось бы сначала рассказать, что профессиональные блоки – это ваш профессиональный контент. С количественным ростом контента перед университетскими библиотеками сегодня встает вопрос. Филитрация и профильного комплектования. А мы предлагаем вот как раз решение. Это профильная подписка и в нашей ИБС есть блочное комплектование. Его цель – контролировать приток литературы по узким профилям. Здесь как раз-таки необходимо взаимодействие кафедры и библиотеки. Как же найти профильные блоки на нашем сайте? На главной странице ФБС, университетская библиотека онлайн, кликаем на раздел «Сервисы». Он пятый идет плашечкой на главной странице. И появляется окно с меню, которое включает профильные блоки. Найти этот сервис на сайте легко. Получается практически в два клика. Его можно просмотреть не только подписчику, но и не подписчику. Но увидеть всю литературу по блоку возможно только подключившись к профильному блоку на нашем сайте, зарегистрировавшись и получить доступ. Для этого необходимо заполнить заявку заведующего кафедры. Ссылку чуть ниже в чате я размещу. Хотелось бы остановиться на составе профильного блока, рассказать, какую именно литературу он включает. Значит, профильный блок сегодня включает и учебники, и учебные ипософии, монографии, научную литературу, периодику, справочную литературу, студенческие работы и мультимедийный контент. Каждый блок, по сути, это самостоятельная ЭБС. Хотелось бы немножко рассказать про фильтрацию, как происходит она. Сортировать литературу можно как по типу издания, так и по годам, и популярности. Я же хотела продемонстрировать состав литературы, выбрав фильтры учебные издания. Сейчас я в следующем слайде покажу, как это выглядит. Что вот по фильтрации, нажав учебные издания, получаю я вот тут плохо-мелко скриншот сделан. 163, по-моему, издания. 163 учебных пособия. Затем я сделала сортировку по периодике. Там оказалось большее количество... У меня слайда. Так, немножечко. Периодику переключаю. Справочная. Значит, в общем, литература включает и периодические издания. Вот я рассматривала на примере философии. И справочные издания, а также научные издания в профильном блоке философия. И тут можно увидеть, в каком количестве. Ну, а также можно и по автору сортировать, искать, и по годам. Так. Хотела рассказать о более наполненных наших блоках. Более, получается, наполненными... Как бы... Вообще, каждый из профессиональных блоков сегодня содержит в среднем одну тысячу учебных изданий. Монографии и специализированных изданий по разным дисциплинам. Наибольшая наполненность блоков ВБС, университетской библиотеки онлайн, это по социально-гуманитарным и естественно-научным дисциплинам. В слайдах вот продемонстрирую несколько лидеров. Это в блоке истории. Это лидер номер один у нас по наполненности. Он включает 16, свыше 16 тысяч книг. Вторым лидером будет эта экономика. Он включает 9 тысяч книг. И третьим идет у нас правоведение. Правоведение. И включает 7 тысяч 956 книг. На четвертом месте у нас религия и теология по наполненности, свыше 7 тысяч тоже книг. И культурология на пятом месте, 7 тысяч 26 книг в этих блоках. Также в наших блоках есть междисциплинарные блоки. Это общеобразовательные подборки учебного контента для первых курсов всех направлений. Что можно выбрать, когда точно между дисциплинами разыскивается литература, что тоже очень удобно. Хотела бы рассказать, что можно создать персональный блок, который формируется на основе пожеланий клиента. Куда можно включать любой контент. И блоков можно выбрать несколько. Все книги из подключенных блоков участвуют в поиске и каталогах. И, конечно, хотела бы немножко остановиться о преимуществах. Рассказать участие в кафедральной библиотеке для преподавателей. Что это даст, что, прежде всего, это наполненные профессиональной литературой блоки, состоящие из учебных изданий, монографий, специализированных изданий по разным дисциплинам. Это позволит преподавателям пользоваться профильным контентом в университетской библиотеке и публиковать свои труды и использовать сервисы ИБС. Условия участия в нашем проекте – это активность и использование ИБС, включение ее в учебный процесс и научные исследования. До конца 2020 года мы предоставляем бесплатный доступ к кафедрам по заявке от заведующего кафедры. А также есть возможность продлить тестовый доступ на семестр. Чтобы подключиться к профильному блогу на нашем сайте, необходимо заполнить заявку. Сейчас вот я размещу ссылку в чате. Надеюсь, что она будет активна. И вы сможете посмотреть ее, заполнить и перейти. И отправить нам свою заявку для участия. Также в рамках проекта «Кафедральная библиотека» мы предлагаем различные сервисы. Участникам проекта становится доступен один из самых инновационных и проводных сервисов – это «Проверь свою РПД». Каждый преподаватель может найти в нашей ИБС информационное обеспечение своей РПД. В разделе «Сервисы» – это тоже на главной странице, но она доступна только для уже подписчиков. Нажимаем «Сервис» и «Проверь свою РПД». Важным дополнением цифровых учебников в условиях дистанта становятся и контрольно-измерительные качества. Тесты также находятся в разделе «Сервисы». Нажимаем «Интерактивные тесты». Наша цель – предложить в цифровом формате вам все издания, предоставляющие научный и образовательный интерес. Если же нужной книги не находятся, то есть возможность заказать ее с помощью сервиса «Екарстар», разрабатываем совместно с «Арбикон». И мы постараемся выполнить заказ в кратчайшие сроки. Также мы не только продвигаем, а мы создаем авторов. Издательство «Директ-медиа» является одним из флагманов учебного книгоиздания, распространяя свои издания в ведущих электронно-библиотечных системах. Преимущество сотрудничества для авторов создательства «Директ-медиа» и «ЕВС» – это повышение российского индекса научного цитирования РИН, управление широтой читательской аудитории, закрытое и открытое размещение, использование собственных материалов на занятиях с учащимся в своего вуза. Для авторов университетская библиотека «Онлайн» – это площадка для размещения публикаций, позволяющая получить статус официальной издательской публикации с присвоением дои и проверкой на заимствование, предоставлением бумажных экземпляров и выполнением иных требований к книге. Аудиторию «ЭБС» составляет большинство вузов страны. Книга будет доступна в основных книготорговых сетях. Выслать авторские материалы можно для вузов на электронной почте Юлии Барабанщиковой, я в чате укажу ее электронную почту, и авторам учебных пособий для среднего профессионального образования можно Красновой Светланы. Также электронную почту укажу ниже в чате. Еще хотела бы ваше внимание акцентировать на то, что издательство Директ Медиа бесплатно присваивает цифровой индикатор дои каждой публикации, в том числе преподавателям и студентам. И передаю слово Татьяне Викторовне Телегиной, нашему модерактору Директ Академии, и по совместительству преподавателю кафедры корпоративной культуры Университета Синергия, которая выступит нашим, можно сказать, тестировщиком проекта «Кафедральная библиотека» и поделится с вами своими впечатлениями. Продолжение следует... Насколько это полезно и что делать. Получить тестовый доступ – это, конечно, хорошо, но хорошо бы еще понимать, а чего дальше с ним делать, чего проверять, что смотреть. Поэтому я сделаю такую небольшую виртуальную экскурсию, инструкцию. Если нужно будет, я ее не выкладывала в открытый доступ для скачивания, но если будет нужно, вы мне тогда напишите просто слово «презентация» или «пр», кто со смартфонов выходит, чтобы не набирать все слово. Я ее дам вам скачать. Коллеги, есть ли у нас звук? Поставьте, пожалуйста, несколько человек плюсики, потому что я смотрю, у кого-то из участников звука нет. Есть. Ага, сейчас тогда... Спасибо. Так, одну минутку я тогда дам... Перейду опять вправо... Так, Светлана Викторовна презентацию уже запрашивает. Тогда я, с вашего позволения, сейчас... Все, спасибо. Коллеги, минута тишины, горшочек не вари. Я напишу нашему участнику, с вашего позволения. Звук идет. Все, спасибо. Идем дальше. Поэтому я сделаю такой небольшой как бы навигатор и сразу расскажу, чего куда нажимать, что получить. Ну и честно расскажу, что понравилось, к чему у меня возникли вопросы. И, кстати, чего делать, когда вопросы возникают. Значит, итак, кафедральный сервис, кафедральные библиотеки. Где он живет, где его искать. Заходим под своим логином, паролем. Ну, естественно, по понятным причинам я его здесь немножко закрыла. Авторизуемся для тех, кто уже является подписчиком АБС. Если нет, то нужно зарегистрироваться. Дальше я выбираю вот в меню, которое у меня открывается. Я выбираю вот этот раздел, который называется сервисы. И, как показывала Людмила Владимировна, у меня открывается полный список. Здесь и сервисы, и контент. Вот профильные блоки, они относятся больше не к разделу сервисов, они живут в разделе контента. Ну, иногда называем его сервисом. Ничего страшного в этом нет, главное знать, как оно называется, где его искать. Выбираю профильные блоки, и у меня открывается вот такая страничка. Слева идет список профильных блоков, которые есть, можно прокрутить, посмотреть. Они разделены на два раздела. Профильные блоки и... Господи, какие там еще... И не совсем профильные. И дальше по умолчанию открывается первый профильный блок архитектуры. Вот у меня почему-то по умолчанию открывается сразу вот так. Хотя, честно говоря, мне было бы удобнее, если бы открывались сразу вот эти фильтры, открывалась возможность провести поиск по фильтрам. Да, спасибо, Евгения Юрьевна, междисциплинарная. Вылетело слово из головы. Спасибо большое. Профильные и междисциплинарные блоки. Вот эти вот два раздела. Вот это немножко может сбивать на первых порах, но я понимаю, что работа по совершенствованию этого модуля еще идет, этого сервиса, поэтому, если будут пожелания... А вот здесь у нас есть такое окошечко, когда откроете, отправить сообщение. Да, такой быстрый чат. Поэтому можно, если возникают по ходу какие-то вопросы, пожелания, комментарии, можно воспользоваться этим окошком и не писать долго письма разработчикам, а сразу обратиться к ним с вопросом или с пожеланием, что хотелось бы улучшить. Естественно, это ускорит процесс доработки и приведения в соответствие. Ну, понятно, что фэншуить можно до бесконечности любой продукт. Но, тем не менее, открывается страничка, я выбираю тот блок из списка, который мне нужен. УГС укрупненная, 37, там, психология. Вот что он мне выдает. Он мне выдает просто вот два вот этих блока, профильные, междисциплинарные, но они не заполнены. То есть я так понимаю, что по коду не получается у меня найти. Попробовала ввести полное название, там, психологические науки или там менеджмент потом заменила, потому что у меня 38 было, ой, экономика и управление. Результат тот же самый. То есть не по УГСу, не по коду. Ищем просто по слову. Как только я начала вводить ключевое слово психология или психологические науки, вот успела ввести только три буквы, он мне сразу выдал, что есть в профильном блоке психология и есть два модуля в междисциплинарных блоках, психолого-педагогические и чисто психология. Поэтому, коллеги, если будете, когда будете искать с помощью поисковика, вводите по ключевым словам экономика, психология, компьютеры. Как только начинаете вводить слово, интерактивный поиск срабатывает. По кодам мне пока вот это вот не надо. Это вот второй вопрос, который у меня был к разработчикам, потому что если написано слово код, мы тут же будем пытаться ввести слово код. Может быть его пока стоит убрать, чтобы не путаться. Поэтому поиск запоминаем по ключевым словам. И дальше выбираю нужный, либо из профильного блока психологии, либо из междисциплинарного, в зависимости от того, для кого я ищу. Если первые курсы у вас вузов, например, идут, то можно взять междисциплинарные блоки. Или вам нужен и психологический, и педагогический модуль, тогда тоже можно обратиться сюда. И дальше в чем разница? Разница в количестве найденного. Если я выбираю, попробовала посмотреть все три блока, наиболее близкие к нашей тематике кафедры. И по вопросам организационной психологии меня книги действительно интересовали. В профильном блоке выдает почти больше, чем 2500 изданий по выбранному тематическому блоку. По психолого-педагогическому он мне выдал 203, и по психологии из междисциплинарного блока он выдал 145. Ну, то есть, вот примерно объем. Более полный поиск можно получить по профильным блокам. То есть, здесь вообще все, что связано так или иначе с темой психологии. Конечно, здесь выборка будет больше. Поэтому здесь нужно понимать цель своего поиска, цель запроса. Меня интересует вообще все по теме психологии, что есть в этом профильном блоке, тогда выбирайте профильный блок. Если вас интересует именно для первых курсов, выбирайте междисциплинарные блоки, и там смотрите уже по этим двум модулям, которые он нам предлагает. Разное количество литературы будет. Соответственно, если вы выбрали вот этот модуль, и ничего не нашли подходящие вам из этих 145 книг, просто расширяйте область поиска и уходите в профильный блок психологии. Здесь гораздо более широкий выбор. Преимущество перед поиском в общем каталоге, то, что здесь уже литература отобрана по тематике. И если в общем каталоге мы можем получить достаточно большой спектр литературы, которые не относятся к тематике нашего запроса, то есть релевантность не очень будет в выдаче, не очень корректная нашему запросу, здесь уже этот вопрос решен. И дальше, а дальше идем осуществлять поиск по фильтрам. Выбираем блок. Второй шаг это вот сюда, выбрать фильтры. По фильтрам. Здесь несколько фильтров. Поиск по автору или названию это, конечно, хорошо, когда мы его знаем, можно найти. Все-таки блок-то, профильных блоков, он больше тематический, поэтому нас, наверное, интересует, особенно на этапе разработки РПД, по какой-либо дисциплине, которую мы еще, например, не вели, мы ее первый раз разрабатываем, и нас, конечно, будет интересовать уже, может быть, не конкретные издания, хорошо, если мы их знаем, но нужно посмотреть, а что еще есть, что я еще могу включить в свое РПД, особенно, что касается там не только основной литературы, но и дополнительной. Вот здесь этот блок очень хорошо срабатывает. Раздел профильных блоков. Я выбираю тип издания. ББК, ну, это для тех, кто совсем специалист в теме, да, знает, что такое ББК, как там искать, и эти разделы. Ну, на вебинарах мы как-то уже разбирали. Классификаторы ББК, ЛДК. Вот кто помнит, заходим, пользуемся. Не всегда это не обязательно. Больше всего нас будет интересовать тип издания, уровень образования, издательство, не знаю. У меня, например, каких-то особых пожеланий не было к выбору издательства, а вот год может быть. Хотя вроде бы сняли это требование за последние три года, за последние пять лет, особенно в части формирования списков литературы к РПД, но все равно где-то эти требования могут оставаться. Поэтому, если оно осталось, мы его можем учесть. Обращайте внимание, я не сразу заметила, это тоже у меня как бы пожелание к разработчикам, такое и есть, сделать галочки пожирнее или поярче, потому что вот эти вот галочки, которые идут слева, может быть, это я просто не рассмотрела, мне показалось, что они очень... Не сразу я поняла, что это, зачем это и куда нажимать. Вот с точки зрения обычного пользователя, который только-только начал пользоваться этой системой. Если бы они были поярче, я бы их увидела быстрее. Это раскрытие выпадающего списка к данным фильтрам. Поэтому первый шаг, смотрим, что у нас есть в фильтрах, второе, раскроете, посмотрите и выберите то, что нужно. Они устанавливают как раз эти самые фильтры. Например, по типу издания. Как видите, здесь есть бегунок, то есть достаточно много этих подразделений, это учебные издания, периодика, справочные, научные и так далее. Можно выбрать один, можно выбрать несколько фильтров. Я могу выбрать, просто поставить кликмыш и выбрать там вся периодика. Или периодика мне не нужна. Я выбираю только учебные издания. Вот мне нужны были только учебные издания. Но он выдаст вам все. Там будут рабочие тетради, и учебники, и методические пособия, и чего там только не будет. А мне нужны только учебники. Значит, вот здесь, опять же, по галочке, мы можем сделать выборку, есть такая возможность, разгалочка стоит, мы можем сделать выборку по внутри типов, уже выбранных типов, внутри учебных изданий. Вот я, например, открываю и выбираю там из списка по типу изданий. Я выбрала, там были учебники, методички, хрестоматии, учебные пособия. Я выбрала учебные пособия. Мне нужно было именно не учебник, а учебные пособия. Если вам нужны учебник и учебные пособия, тогда выбирайте то, что нужно. Потому что он выдаст вам, разная выборка будет. Следующий, это я выбираю уровень образования для бакалавриата, для магистратуры. Также по галочке у меня открывается выпадающий список, вот я его вижу. Я специально вам вывела такие нечасто используемые уровни, как адъюнктура, ординатура, даже вот ассистентура, стажировка, господи, выговорить бы, магистратура, бакалавриат, СПО, СПО разных уровней. Это все здесь присутствует. Я специально не выводила, показала, что даже вот такие необычные уровни нечасто может быть используемые. Может, это зависит от специфики учебного заведения, у нас таких не было. Они здесь тоже есть, по ним тоже можно сделать выборку по фильтру. И плюс дошкольное, школьное образование, начальная школа и дальше идет по классам. То есть здесь вот достаточно большой выбор, вот он, бегунок есть, и этот список достаточно большой. То есть можно выбрать тот уровень образования, который вам нужен. Мне нужен был бакалавриат. Вот я выбрала. Выбранные фильтры отражаются вот здесь. То есть на этом этапе мы можем их поменять, что-то изменить, дополнить, убавить. Обязательно кнопочку «Применить фильтр» и он дает нам выборку. Вот по моей выборке. Мне нужны учебные пособия бакалавриата. Он мне выдал 383 книги. Но как существо, стремящееся экономить на всем, в том числе и на своем времени, если времени много, можно полистать весь этот список, среди этих 383 книг может попасться что-то интересное еще по теме, которое может мне пригодиться где-то. Ну так бывает, знаете, да? Во время поиска ищешь одно, и вдруг попадается что-то интересное по другим дисциплинам, направлениям, темам, думаешь, о, вот это вот надо запомнить, закладочку положить. Ну тогда да, тогда я посмотрю весь список. Но когда мы действуем в условиях ограниченного времени, и мне надо к утру сформировать РПД по новой дисциплине, с которой я еще никогда не работала, еще подобрать литературу, вот тут, конечно, листать список на 300 с лишним, почти 400 источников, мне будет просто некогда. Вот это поле задействуем. Поиск по автору или названию. Я знаю, что я ищу учебник, вернее учебное пособие по организационной психологии. Вот опять же я забиваю именно вот так, организационная психология, выбираю этот фильтр, по названию он мне сокращает размер поиска до двух. Вот по организационной психологии, именно учебного пособия, именно уровня бакалавриата здесь две книги. Ну вот вам из 383 поиск значительно сузился до двух. Соответственно, мы можем здесь тоже поменять фильтры, выбрать, например, не учебное пособие, а учебники, и не уровень бакалавриата, а магистратура, также нажать «Применить фильтры» и посмотреть, как изменится наша выдача. Таким образом, работая с фильтрами, мы можем провести такую отборку, такой творческий процесс поиска. Ну, из этих двух, оба учебные пособия, одно по методологии организационной психологии, ну, это может быть совсем не то, что мне хотелось бы, да. А вот вторая книга мне явно подходит. Организационная психология, учебное пособие, посмотрела аннотацию, удобно, что можно сразу аннотацию видеть и понять, нужно мне это или нет, опять же, ориентируясь на год, если мы его не ставили фильтр, тоже понять, насколько это актуально. И дальше я могу прямо отсюда со страницы перейти на страницу самой книги и посмотреть более подробно, что познакомиться с этой книгой. Можно посмотреть библиографическое описание, я могу посмотреть аннотацию, я, как правило, сразу смотрю содержание. По содержанию уже становится понятно, в первом приближении, насколько это подходит к моему запросу, к моим потребностям. Не обязательно читать онлайн, хотя это тоже можно сделать отсюда. Еще одно удобство, что переходы, например, из профильного блока к просмотру самой книги, книга, вот этот просмотр, он открывается в новой вкладке. То есть я страницу не теряю. Я могу открыть несколько книг, они будут у меня несколькими вкладками. Ну, минус то, на что ругаются все программисты, это забивает оперативную память, 144 вкладки и забыть их закрыть. Самое главное, не забывать их потом закрывать. Но удобство то, что самая первая страница, вот эта модуль профильного блока, она у меня не теряется. Вот это, конечно, удобно. И дальше, если я полагаю, что эта книга мне подходит, я могу сделать следующее действие. Вот наверху, над фильтрами, вот эти все данные, это верх страницы, вот этой страницы, все фильтры, все вот эти действия, они остаются наверху, а это уже низ страницы. Просто я разделила, чтобы было лучше видно. А вот это верх страницы. Если я посмотрела, что вот список хороший, интересный, но сейчас мне изучать его некогда, но хотелось бы его сохранить. Выбираем кнопочку «Выберите действия», и вы можете скачать список вот этих выведенных вам книг с 383, 2 или 15, либо в формате Excel в файл, либо закачать в формате CSV. Вот два действия, которые он предлагает нам сделать. Но на самом деле этих действий здесь гораздо больше. Смотрите, какая есть маленькая хитрость. Вот это окошечко справа от названия книги, если мы ставим туда галочку, можно, просматривая книги, сразу помечать те, которые мне нужны. Они расширяют возможность действий, которые мы можем с этими книгами совершить. Достаточно отметить только даже одну книгу, поставить одну галочку, и вот этот набор действий нам станет уже доступен. Я могу уже эту книгу добавить в свою книгообеспеченность своего курса. Я могу ее добавить в учебную программу, в свою РПД. Я могу добавить ее в избранное, и я могу ее поместить на свою книжную полку. То есть, достаточно большой спектр, что можно сделать с этим учебным пособием, или с этими учебными пособиями, книгами и так далее. Ну, вот я обычно добавляю себе либо избранные помещаю, либо добавляю на книжную полку. Они мне не теряются. Ну, надеюсь, не знаю, коллеги, работаете ли вы с книжной полкой и с избранным, вот с этими хотя бы сервисами, возможностями в ЭБС, университетская библиотека онлайн. Если работаете, поставьте, пожалуйста, плюсик, что работаем. Мы знаем, что это такое, как с этим работать, как туда добавлять, и чего с этим потом можно сделать. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Если никогда не работали, не добавляли, тогда поставьте минусик в чат. Мы знаем, что это такое. И дальше, о, пошли минусы. Все, коллеги, про книжную полку будем отдельный вебинар рассказывать про те возможности, которые есть в ЭБС. Здесь, на самом деле, очень много разных возможностей. Здесь можно и сохранять цитаты, сделать свой цитатник. Кстати, очень удобная вещь, когда работаешь над статьями или над материалом курсу. Я, например, для различных курсов со своими студентами, просматривая разные источники, собираю вот такой цитатник. Классная вещь. Показала студентам, которые у нас подписка на ЭБС университетской библиотеки онлайн. Они там собирают цитаты для своих письменных работ. Для рефератов, для курсовых, для дипломов. Самое главное, что это все автоматизировано и ссылки делать легче. Не надо вот это вот листать, скрулить PDF-файлы гигантские. Все цитаты собираются у тебя, в твоем личном профиле, в одном разделе. Остается только потом их в нужное место поставить и правильно дать ссылку. Про это тогда потом еще поговорим. Вот я отложила ее на свою книжную полку. И вот как выглядит у меня. Моя книжная полка. Вот моя библиотека. Когда заходим в свой профиль, выбираем в своем, в моем профиле, вот у нас такие разделы есть. Профиль, мой вуз, вот он цитатник, мои публикации, свои публикации тоже можно сюда, кстати. Хорошая вещь – закладки, которые можно делать в книгах, которые читаем. Ну и мои события. Вот в основном у меня вот эти работают. Это закладки, это цитатник – хорошая вещь. И вот книжная полка библиотека. Вот так она выглядит. Есть последние читаемые книги. То, что мы читали, вот оно здесь все. И, да, полистать можно. Можно полистать вот сюда. Это еще не весь комплект на книжной полке. И вот они, мои избранные книги. В каждом из разделов можно этот список скачать в Excel, в файл Excel и сохранить себе куда-то, если есть такая необходимость. Ну, потому что книги на полке тоже имеют тенденцию меняться. И вот они, мои избранные книги. Отложив себе из профильного блока книги сюда, мне уже не надо осуществлять повторный поиск по каталогу, по профильным блокам, делать выборку, фильтрами, если мне нужно опять вернуться к этой книге. Вот она у меня уже отложена. Я захожу просто в свой профиль, открываю свою библиотеку, свою книжную полку и отсюда спокойно могу читать ту книгу, которая у меня отложена. Я могу ее удалить отсюда, я могу положить сюда новую. То есть он такой динамично наполняемый и изменяемый полк. Очень удобная, кстати, вещь, которая помогает, опять же, сэкономить время. Студентам показала эту штуку, они тоже делают у себя так же. Отбирают книги, учебники, учебные пособия, особенно из основной литературы, сначала в общем каталоге и потом откладывают себе на книжную полку. Легче искать, готовиться к разным предметам. Ну и плюс еще дополнительно какие-то книги по теме можно сюда добавлять. И вот таким вот образом можно формировать свою библиотеку. Вот один из элементов, как еще можно использовать, куда еще можно использовать материал, который мы находим с профильных блоков. И в заключение я хотела бы сказать пару слов по плюсам и минусам. То, что на первый взгляд мне попалось при работе вот с этим сервисом. Из минусов, я бы сказала, это не минусы, это скорее некоторые временные ограничения, с которыми разработчики, естественно, работают, но вот с точки зрения пользователя это попадает вот в эту категорию. Пока еще они есть. Нет разноуровневой вложенной рубрикации. То есть выводит один блок экономика управления. Экономика здесь, да? Экономика управления этого ГС. А у меня менеджмент, а у меня там стресс-менеджмент, там сейлф-менеджмент, еще что-то. То, что попадает вот в этот блок как раз. А их нет, вот этих вот разделений на подуровне или психология. Организационная психология или психология детей дошкольного возраста. Это разные вещи. Или экзистенциальная психология. И когда я делаю тематическую выборку, я вот этого уже отсеять могу только с помощью либо ключевых слов, когда я ввожу в фильтр название организационной психологии, естественно, все остальное он мне уберет. либо вот используя другие фильтры. Ну, может быть, вот этого не хватает. Ну, может быть, это и в данном случае и не нужно, потому что профильные, может быть, может быть, не знаю. Потому что профильные блоки, они, может быть, нацелены на более широкое представление литературы, по теме охватывают как можно больше всего, что может относиться к этой теме. Поисковик дорабатывается. Вот про поиск по кодам я вам уже сказала. По кодам не ищите. Вводите просто ключевое слово, и тогда он вам профильные блоки покажет. Ну, и продолжается наполнение блоков. Не везде можно найти то, что необходимо, да в том количестве, которое необходимо. Ну, пока еще не все блоки наполнены вот на уровне там 6-8 тысяч, как в истории, там, по-моему, гораздо еще больше литературы. Но понятно, что эта работа ведется, идет, и они будут постоянно пополняться. Поэтому я этот же пункт отнесла и к плюсам. Из плюсов. Быстро наполняется, легко администрируется. И с точки зрения администраторов-разработчиков, и, в принципе, с точки зрения пользователя тоже быстро набрать и администрировать свою библиотеку, свою книжную полку, поиск, для которой мы осуществили по профильным блокам. Это очень легко. Я вот вам показала буквально там несколько кликов мыши. Для широких тематических подборок работает просто великолепно. Особенно, если говорить о дополнительной литературе к основной, ну, основной, что там, 1, 2, 3 учебника, а вот основной это вопрос стоит, где брать дополнительную литературу к различным темам. Вот здесь он хорошо работает, потому что он включает в себя большой спектр вопросов, входящих в рассмотрение той или иной темы. И да, коллеги, чуть не забыла, еще один момент я вам хочу показать, обратить ваше внимание, когда будете работать, по работе с фильтрами. Не забывайте очищать фильтры. Вот эту кнопочку «Очистить фильтры», чтобы сбросить все, если мы хотим осуществить новый поиск по другому блоку. если вы этого не сделаете, у вас старые данные, которые вы ввели, критерии вот этих отбора, они останутся, и тогда можно получить инфаркт, когда вы выбираете, например, блок потом по экономике, а он вам показывает ноль, наполненность блока ноль. Ну, не может быть, что по экономике, социально-гуманитарное вроде бы направление, так рекламировали, рекламировали, и ноль. Забыли очистить фильтры. Автоматической очистки фильтров здесь нет, поэтому после поиска нужно его ручкой, пальчиком, мышкой, кликом очистить. Иначе, естественно, по оставшимся фильтрам он вам в экономике вполне законно выдаст ноль. Вот это вот не забывайте. Очистка фильтров обязательно должна быть, когда мы меняем запрос. И, соответственно, нам нужно его по новой сформировать. Вот это тоже такой момент, который нужно обращать внимание и не забывать это делать. Ну, что ж, коллеги, вот своими плюсами и минусами поделилась. Про поиск рассказала, про инструкцию тоже. Примерно, как это можно сделать, самые основные, самые простые действия, которые необходимо сделать для того, чтобы осуществить быстрый поиск по профильным блокам. Вообще, ищется очень быстро, на самом деле, и времени экономит значительно. Вот это вот тот плюс, о котором тоже хотелось бы сказать. Ну, и, коллеги, кто спрашивал у меня про презентацию, вот эту презентацию со скриншотами, я вам в папку ресурсы добавила, можно скачивать. Поэтому забирайте, кому нужно, кому необходимо, презентация там уже лежит. Ну, что ж, коллеги, если есть ко мне какие-то вопросы, как пользователю пожелания, рекомендации, пожалуйста, можно писать в чат или во вкладку «Вопросы». Я передаю слово обратно Людмиле Владимировне, которая расскажет еще про сотрудничество, вопросы сотрудничества для кафедр со стороны ЭБС. Татьяна Телегина очень хорошо протестировала наш сервис, да, и показала и плюсы, и минусы над нашего... ...сервиса. Да, и в конце хотелось бы, уточнить, что же мы все-таки предлагаем кафедрам в рамках проекта. Это, прежде всего, доступ к профильным блокам и сервисам, и, конечно же, выгодные условия публикации на выгодных условиях. Также работу в наших сервисах, таких как «Проверь свое РПД», генераторы онлайн-курса, «Екорстар», «Мои научные интересы». Также мы присваиваем к публикациям ДОИ и СБН, это тоже, что важно на бесплатной основе, и, конечно же, предлагаем участие в вебинарах Директ-Академии в качестве экспертов. Для преподавателей по итогу конкурсов мы предлагаем дипломы, это конкурс «Бифиоста», и даже денежные призы предлагаем за лучшую монографию в конкурсе «Фундамент науки». Ждем ваших заявок на подключение. Я сейчас еще раз в чате отправлю ссылочку, где можно будет ее заполнить. Заявку, заметьте, нужно, чтобы заполнил ваш заведующий кафедры, и мы тогда оформим вам доступ на следующий семестр. Также как бы хотела бы тоже пожелать вам использовать наши сервисы и пишите, тестируйте наш функционал, мы открыты к сотрудничеству. Всего доброго, коллеги. Да, и жду ваших вопросов в чат, готовы ответить. Сейчас я ссылочку размещу как раз на форму заявки для подключения. Спасибо за внимание всем. стрелку я разместила. Свините за волнение. Впервые выступаю. на такую аудиторию. Еще по вопросу участия в проекте можно обращаться к нашему менеджеру по федеральной библиотеке. Сейчас я тоже напишу ее адрес. Прокажу. Спасибо. 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 Продолжение следует...